Здравствуйте, друзья! Не уверен, что кто-то из вас внимательно следит за моими новостями, но в любом случае уверен, что не будет лишним напомнить. В 1914 году Владимир Ленин написал статью о национальной гордости, которую либералы в начале перестройки начали буро обсуждать и обвинили вождя всех возможных грехах. Небольшой экскурс в историю, необходим для понимания ситуации. Давно пришло время, когда необходимо понять независимо от периода времени, что окружающий мир воспринимает нас и винит в других подобных грехах. Опять же, небольшой экскурс в историю Казахстана не было бы как государства, а казахов как национальности, если бы не усилия царской Российской империи. Фактически этот народ не было бы. Теперь с тех времен утекло много воды и в благодарность народ Казахстана стал благодарить Россию культивированием национального превосходства над остальными народами бывшего СССР в прошлом. А в настоящее время они начали предъявлять требования к России, повышение арендной платы за Байконур, развернуть реки Сибири в их строну и много чего еще. На мой взгляд, поведение руководства Казахстана напоминает 90-х годов в России, почувствовав безнаказанность и поддержку Запада, начали заниматься вымогательством. Конечно, там тоже много левых, взгляды которых не совпадают с позицией Такаева, который с Россией не хочет портить отношения, но и с Западом ругаться не хочет. И его можно понять. Но все же. Примером тому служат новые условия по аренде участка, по которому проходит железнодорожный путь Исикуль-Горбунова протяженностью 203 километра. При этом важно учитывать, что во времена Советского Союза Казахстан был дотационным регионом, который содержала Россия за свой счет. Единственные республики, которые сами себя обеспечивали на тот момент, были Беларусь и Россия. Остальные ныне существующие независимые государства жили за счет этих республик. Стараниями либералов, пришедших к власти в 90-е годы, этот участок перешел во владение Казахстана. При этом содержит его в исправном состоянии Россия. Именно Россия его обслуживает и также создала рабочие места для жителей этой независимой республики, прошу прощения независимого государства. То есть вливает большие суммы. На настоящий момент, стараниями нашего президента, обеспокоенного безопасностью нашего государства, принято принципиальное решение о создании альтернативного железнодорожной сообщения. Так Казахстану было показано, что денег на содержание этого участка больше не будет. И данная инициатива преследует несколько целей. Поскольку железнодорожная дорога будет пролегать по территории России, отпадает необходимость платить аренду Казахстану, во-вторых, этот проект создаст рабочие места для россиян, в-третьих, это безопасность нашей страны во всех предполагаемых смыслах. Дорога будет проложена по территории Курганской, Тюменской, Омской и Новосибирской области, путь Коновалова, Татарская. Кроме вышеперечисленных преимуществ, этот путь, имеющий важное значение, объединит европейскую часть России с Восточной Сибирью и Дальним Востоком. Таким решением Россия, кроме экономической выгоды, получила и преимущество. Казахстану со всей его многовекторностью стоит задуматься, куда он придет, со своим национализмом. А вы, что думаете по этому поводу? Друзья, пишите в комментариях и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить свежие новости. Больше выдержать не смогли, спустя полгода после запрета зерна прибалты стали нарушать правила. Кушать хочется всегда и нередко, с минимальными затратами, чтобы не переплачивать за элементарные продукты. Однако рыночек склонен решать в свою пользу, поэтому для достижения желаемого некоторые государства идут на хитрости. ЕС суммарно потратил 17 миллионов евро за закупки российского зерна в количестве почти 100 тысяч тонн, чем очень доволен, но для широкой аудитории вещает обратное. И тут нет противоречий, это попытка обмануть самих себя, а если точнее, власти пытаются избежать неприятных вопросов от голодных людей. В прошлом году Минсельхоз Литвы при поддержке коллег из Латвии обратился в Еврокомиссию с предложением полностью заблокировать импорт зерновых. К инициативе тотчас подключились Польша, Эстония и Чехия. Формальный повод, давно всем набивший оскомину необходимость снизить экспортную выручку. Странное началось примерно через полгода, больше прибалты выдержать не смогли. И Литва, и Латвия тихонечко, без огласки, но с большими аппетитами стали закупать зерно в России. Оно и понятно, у них там дикая инфляция, рост цен на базовые товары, в животе бурчит у населения все сильнее. Литва только купила 12-2000 тонн зерна на 1,95 миллионов евро. Латвия за тот же период, 58-8 тысяч тонн зерна на 10 миллионов евро. Сами себе противоречат, на словах предлагают отказаться от зерна, а на деле затариваются на весь кошелек, не совсем. Дело в том, что никакого запрета прибалты не водили, это было лишь предложение для ЕС. Откуда закономерно последовал мощный отлуп в виде заявления чиновника Еврокомиссии Эрика Момера о том, что продовольственная безопасность Европы – это не та штука, с которой можно играться каким-то там лимитрофом. Если поставки газа и нефти из России худо-бедно можно заменить американскими, пусть и законский прайс, то лишнего хлебушка в мире нет. Без энергии прожить сложно, но как-то можно, без еды нереально. А раз ЕС официально предложение прибалтов не принял, эмбарго не введено, то они с чистой совестью вернулись к закупкам зерна из России. Мол, мы так старались, но ничего не получилось, и вот теперь вынуждены действовать по ситуации. Чиновники из ЕС мыслят в том же духе, пытаются оправдать свои действия реалиями, на которые они якобы повлиять не могут. Недавно издание Financial Times опубликовало инсайдерский документ из недры ЕС о том, что готовится страшная пошлина в размере 95 евро за тонну на российское зерно. Что характерно, это не Евросоюз озвучили намерения, а как бы журналисты делают им подсказку. И тем остается только развести руками, мол, видите же, как все само собой складывается, мы тут ни при чем. Официально пошлина нужна, чтобы возить российское зерно стало невыгодно, чтобы Москва меньше денег получала. По факту же это очень напоминает попытку замаскировать истинные причины повышения цен на продовольствие в Европе. Что прибалты, что ЕС пытаются сохранить закупки зерна в России, но при этом переложить ответственность на обстоятельства. И как быть Россией в такой ситуации? Тихонько радоваться и считать прибыль. Зерновых страна действительно производит слишком много и именно с прицелом на экспорт, так что если кто хочет партию купить, то зачем отказываться? Полученные деньги, как говорится, не пахнут и станут неплохим подспорьем в государственных делах. Россия торгует честно, а уж что там себе понапридумывали нерадивые покупатели, это их проблемы. В Вении была проведена сессия комиссии ООН, где заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин объявил, что в России будет пересматривать все доселе существующие международные отношения будут пересмотрены. И все договоры, которые были невыгодны для РФ, будут расторгнуты. Любым кабальным отношением конец, что давно пора было сделать. Теперь Россия ориентируется на собственные интересы и не собирается соответствовать чьим-то ожиданиям. Кроме того, на встрече сотрудник МИД России сказал, что любые новые соглашения будут заключаться с точки зрения выгод и развития для РФ. И это актуально, так как мировое сообщество старается изолировать страну. И все это вызывает нарушения в глобальном балансе. И вот у Запада появился большой повод, чтобы задуматься. Теперь в России собираются заново проанализировать все договоры. И в рассмотрении соглашений будут принимать участие не только представители МИД, но и других ведомств. И все это говорит о том, что данному процессу уделяется просто огромное внимание. Идею о том, что нужно пересмотреть существующие соглашения, высказала Валентина Матвиенко, которая является председателем Совета Федерации. И сейчас решается, какие критерии отбора будут использоваться в процессе анализа. В настоящее время в мире работает тысяча соглашений. И все предложения по отмене каких-либо невыгодных договоров будет рассматривать президент. А в соответствии с Конституцией он имеет полное право начать процесс расторжения таких договоренностей. И в результате у прошлых партнеров, но нынешних оппонентов прервутся многочисленные источники доходов. Конечно, Европе такой расклад не нравится. И на Западе опять придумывают различные каверзы против нас. К примеру, депутаты ЕС предъявляют России требования о возврате Румынии и ее национальных достояний. И вроде, как туда входят культурные ценности и запасы золота. Естественно, в Европейском парламенте все на это согласились. И как так там все утверждают, это все добро передавалось России на хранение. На все эти претензии ответила Мария Захарова. Она заявила, что Румыния саботирует обстановку в Европарламенте и недостаток средств хочет получить за счет России. Кроме того, представитель МИД заявила, что Румыния, когда была союзником Гитлера и причинила много вреда. И вот теперь в ход идут какие-то вымышленные долги из глубин вековой истории. Также Захарова обвинила Румынию в нарушениях международных прав. Кроме того, эксперты заявляют, что власти Румынии действительно в годы Первой мировой вывозили в Россию золото. Но в настоящее время долговые задолженности этой страны перед Россией значительно превышают стоимость золотого запаса, который был завезен в начале прошлого столетия. И если уж затрагивать вопросы возвратов, имеющих вековую историю, то пусть Великобритания, Испания и другие европейские страны вернут все изъятые у Индии стран Африки и других государств. Не говоря уже о том, сколько всего забрали колонизаторы у коренных жителей Америки. А вы что думаете, друзья, по этому поводу, пишите в комментариях. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить свежие новости.